Почему в Малаховку пришли новые управляющие компании? Когда из поселения вывезут мусор? И закроют ли малаховский вестник? Такие вопросы прозвучали в адрес главы городского округа Люберца Владимира Ружицкого во время традиционной встречи с жителями. Ответы и подробности в нашем следующем сюжете. Главная тема, которой была посвящена встрече Владимира Ружицкого с жителями Малаховки, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, которых, оказывается, накопилось немало. Больше всего в поселке Месс. Я живу на поселке Месс в доме 42 уже 40 лет, как въехали мы в новый дом. За все 40 лет ни разу нам не делали капитального ремонта. Если кто-то здесь 42-го дома сидит, знаю прекрасное, это правда. Беспокоят жителей появление новых управляющих компаний. Во время встречи им объяснили, что старая компания не справлялась с работой, из-за чего Малаховка оказалась не готовой к зимнему сезону. А это первая задача администрации на сегодняшний день. Поэтому в срочном порядке новые подрядчики исправляют ситуацию. Вас работа управляющей компанией МУ, вот ЖЭП, которая была в муниципальном предприятии, устраивала? Нет. А я вам скажу, меня нет. Были постоянные жалобы, постоянные. Долгов 140 миллионов рублей. За газ не платили, за электричество не платили. Что касается управляющих компаний, с них будет жесточайший спрос. В этих компаниях есть определенный опыт. Они работают в других городах, на них нареканий нет. Еще одна из актуальных проблем в Малаховке – вывоз мусора. В поселении продолжается борьба со свалками бытовых отходов вдоль дорог. Однако жителям непривычно и неудобно выбрасывать мусор в другие места. А некоторые даже не знают, куда. Я живу в переулке между Тургеневской и Южной. Туда машина никак не проходит. И на моих буквально глазах одну даму оштрафовали, простите, на 4 тысячи. Варианта решения этого вопроса два, я вижу. Если частный сектор, вы заключаете договор с мусоровозящей компанией, и мусоровозящая компания вывозит этот мусор. И второй вариант, я думаю, он более реалистичный. В ближайшее время, я думаю, на этой неделе, там, на этом месте будет установлен еще один щит ближайшей контейнерной площадки с адресами. Два-три шага сделаете, в контейнерную площадку бросили, никаких штрафов вас, соответственно, бояться не нужно. В загрязнении Малаховки, которая когда-то считалась жемчужиной Подмосковья, виноваты не только плохо работающие мусоровозящие компании. Жители беспокоят состояние леса, знаменитого Малаховского озера и неприятный запах, периодически появляющийся в воздухе. Меня зовут Иван. Я прошу вас, закройте завод, который очень воняет, свалку, которая находится неподалеку от Санта-Долина. Лесом в администрации округа пообещали заняться совместно с Комитетом лесного хозяйства Московской области. Планируют сделать такую же зону отдыха, как Томильнский парк сказок. А вот источник неприятного запаха будет искать комиссия Министерства экологии Московской области и Роспотребнадзор. Среди других вопросов, которые волновали жители Малаховки, работа налоговой инспекции, транспортные проблемы и закрытие газеты «Малаховский вестник». К сожалению, с образованием округа все печатные СМИ объединят в одно издание. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев и Александр Богданов. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова